Да, у нас начинается маленький, но гордый прокат в рамках проекта компании КАРО, который называется КАРО-АРТ, то есть оно как-то такой, получается, сегмент для дистрибутера, который показывает фильмы художественные, и поэтому называется КАРО-АРТ. И сейчас вы увидите его. Через пару дней, да, он в некоторых кинотеатрах все эти коровы будет, это надо уже посмотреть по афишам. И не знаю, какое количество коров будет в этом фильме, но количество арта будет хорошее. И я представляю вам исполнителя главной роли Владимира Мишукова в конце, после титров. А я не раз слышал, вы объявили про это? Вот, можно я скажу? Да, вы сами скажите. У меня хорошо получится. В конце у нас предполагается общение, и мы так подумали, что будет хорошо, если в течение финальных титров кто хочет остаться, тот останется, а кто не хочет, под титры можно темно же выйти и не ставить нас в неудобное положение, потому что, конечно, неприятно, когда ты смотришь на тебя и они уходят. Также хочется пожелать вам счастья, здоровья и представить вам исполнительную главную роль Владимира Мишукова. Это не потому, что я такого превосходного мнения о нем, просто у меня очень короткая память, я забыл, забываю, что я его представляю, и хочется представить исполнительную главную роль Владимира Мишукова. Вот пару слов. Я могу сказать только одно, что на титрах я не увидел. Да, мы на титрах придем. По крайней мере, втроем мы останемся поговорить. Ребята, надеюсь, наша история вам понравится. Приятного просмотра и слышимся после фильма. Титры смотрим до конца. Ребята Мишукова Аплодисменты Аплодисменты Владимира Владимир Выпускайтесь к нам Так, мы сядем Может быть, радио микрофона У нас один на троих микрофон Я могу громко говорить Забуды Тогда мы будем его не передавать, а делики ведь Друзья, Альберт в зале Он подойдет к вам с микрофоном, если будут вопросы. Микрофон отъезжает. Альберг в зале, это хорошее название для... Следующая картина Михаила Сигала. Да, Альберг в зале. Пятая картина Михаила Сигала, кажется, вы же любите названия такие. Ну так вот, я думаю, тот, кто покинул зал, ждал другого финала, мне кажется. Или просто домой надо идти. Ну, смотрите. Можно я? Я не могу вот так с микрофоном. Импрессионистическая, тонкая импрессионистическая драма о человеке, ставшем на дорогу запретных чувств и позволившем фантазиям стать реальностью. Хэштег «Современная Лолита». Михаил. Поехали. Вы хотели нам показать, что мужчины хотят не только этого. Я хочу сказать большое спасибо всем, кто сегодня пришел, остался, присутствует. И нам так приятно. Несмотря на то, что я улыбаюсь, я даже не шучу, потому что это правда очень приятно. И вопросы... Сейчас я на него отвечу. Мне кажется, что после фильма сложно говорить содержательно любого, потому что если он производит впечатление, то что говорить? А если не произойдет, то тоже что говорить? То есть такая категория, как вопрос, это вообще странная вещь. Но я отвечу на ваш вопрос. Не скажу, что я его понял, но я отвечу. Я тоже читал аннотацию. И... А что тут скажешь? Тут ничего не скажешь. Да, это аннотация. При этом, самое интересное, что это работает таким образом, когда фильм сделан, создатели фильма его посылают, например, на кинофестиваль. И надо написать аннотацию в несколько строк. Ну, там, два предложения. Или начинается работа над каким-нибудь там прокатом и что-нибудь в этом роде. И тоже надо для зрителей. И вот создатели фильма это пишут. Это, кстати, очень сложно. А особенно это сложно для фильма, которые построены на интриге, что там хоть минимально начнешь описывать, в чем дело, уже можно не смотреть. А не начнешь описывать, в принципе, тоже можно не смотреть, потому что непонятно или что. Интересно другое. То, что кинофестивали, еще кто-то, кому этот фильм впадает, придумывают свои. И вот это вот вы прочитали одно из придуманных кем-то описаний. Ну, видимо, современный мир таков, что... Ну, не современный вообще, что те, кто хотят представить фильм зрителю, они думают о том, как его можно выгодно представить, как сейчас говорят, продать. И, естественно, что можно сказать про это? Ну, про лолиту, про лолиту. И это правда, тем более это такая обманная интрига начала фильма. Ну, а что? А если бы написать, не написать про лолиту и про запятные чувства, а написать что? Это... А еще жанр. Еще же, если писать эротическое, что я хочу хоть как-то кто-то пойдет. Кто пойдет на российский фильм, где еще написано слово «драма»? Вот кто пойдет? Вот я не пойду. И хомедия еще как-то, эротическое, ну, может быть. А, кстати, какое-нибудь название, и написано... Что-что? Подождите, подождите, мы дойдем к этому вопросу. И написано... Какой-нибудь фильм, и написано «Россия – драма». Ну, кто пойдет? Нормальный человек. Думаю, никто не пойдет. И поэтому подобного рода аннотации, конечно, они, видимо, искусственным образом возникают, не всегда точно отражая фильм. Но это, мне кажется, отличный вопрос для начала разговора. Мне очень нравится, как точно Михаил отвечает на заданный вопрос. Я Владимиру передаю микрофон. Владимир, а вы удивились, когда прочитали сценарий? Нет. Дело в том, что, когда я его прочитал, мы закончили снимать кино. Дело в том, что сценария не было как такового. А кто же думали, что может случиться? Это был экспериментальный фильм. Он был разделен на три новоллы, три части. Между ними были промежутки. Два времени. И первую часть мы снимали в Одессе. Две недели в октябре. Потом был перерыв 22 месяца. Мы снимали в Москве. Снимали в Москве. И каждый раз перед этой частью, эта часть писалась. Не было целиком. То есть, сам еще был. Но с сценария не было. Поэтому я путешествую. У меня еще вопрос к Владимиру. А главный герой, правда, похож на Михаила? Неправда. Михаилов, неправда? Ну, мне сложно ответить на вопрос, адресованный к Владимиру. Я не могу влезть в голову к Владимиру. Это его личное. Ну, вопрос, наверное, можно задать примитивно к любому фильму и вообще произведению. А Онегин похож на Пушкина? Нет, не похож. Нет, Пушкин вот сидел и думал, как же он на меня не похож. Кому-нибудь по-непохоже напишу, чтобы точно никто не подумал. Ну, то есть, зачем об этом думать? Это сюжет конкретно истории. Ну, мне сложно ответить на этот вопрос. Ну, он такой, он не в каком-то смысле неинтересный для меня. Вот, это я... Неинтересный? Да. Неинтересный? Да. Ну, то есть, это то, о чем мне меньше всего интересно думать. Ну, да. Хорошо, я переадресую вопрос в зал. Если у вас есть вопросы, вы можете поднимать. Да, пожалуйста. А где Альберт с микрофоном в зале? Альберт исчез. Говорите, я переведу вопрос по кругу. Мы слышим, я думаю, вы все слышите. Значит, первое, я бы назвала на скиле по-другому. Я бы назвала так. И патенты могут играть в патенты. Все, вот это об этом речь. Если говорить серьезно, потому что речь я не понимаю. Чего он на это не трогает этих женщин? Это раз. Почему? Значит, что я хочу сказать. Во-первых, я вообще член Союза писателей. У меня такой литературный такой. Я не поняла, чем, какая профессия, и чем, где он, почему он везде лечит ваших героев. Чем, почему он не работает вообще. Только как не работает, вот еще. Бесконечно, какие-то женщины, каких-то девочки. Спасибо, вы поняли ваш вопрос. Спасибо. Во-первых, во-первых, чем он занят, и какая у него это. Хорошо. Во-вторых, я хочу сказать, что я не понимаю, почему он женщина не обладает ими, не спит с ними. А вы уже ответили на вопрос. А второе, ответить, я хочу поделиться так у меня. Так как мы связаны с кино, и, конечно, в свое время, это мой любимейший фильм, вообще один из лучших мировых, но это мое. Жил певчий друг, да, и сели они, пили, где тоже от человека, который начинает скончать в добрый, но у него нет ни принципа, ничего, но какая там глубина, которая касается не только жизни этого человека, этих девушек, нашей всей жизни, нашей потерьности, нашей неустроенности в этой жизни. И этот человек погибает, и опять остается только мокрые пятнышки, как на асфальте. Жизнь прошла, она не только мокрые пятнышки, вот этой философии в фильме нет, одна какая-то сладкая пошлятина. Все. Здравствуйте. Михаил, по очереди, почему герои не трогают девушки? У меня заходило такое ощущение, что вам не понравилось. Конечно, дискуссия, бывают вопросы и ответы, прямой вопрос, на которые действительно можно ответить. Бывает дискуссия, когда столкновение мнений и совсем неправильная позиция для авторов защищать свое произведение и говорить, что нет, все было вот так, тут-то правильно, а не неправильно. Поэтому у меня к концу ответа крепло ощущение, что вам не понравилось, но... Мне понравился, кстати, вариант. Да. Да, но... Ну, такое бывает, такое бывает. То есть я тут даже отшучиваться не нужно. Тут, видимо, ну вот мы находимся в ситуации, когда мнение может быть любым. И от того, что... Все, я вам скажу, а тематурой как вы так занимаетесь. Кстати, очень жалко под аппарат. Вы так понимаете, я уже сказала, а потом, а наконец, вы ее бросаете, и не жалко, то он там остался, этот аппарат. Вам сказать место, где это? Он остался. Мне кажется, человеку было важно выразить свое собственное мнение, и он это сделал. Поэтому у нас следующий вопрос. Я с удовольствием отвечу на любой вопрос. Уважаемая девочная группа, вопросов нет. Сильно-таки на понятие. Большая благодарность за прекрасную музыку. Просто идеал. Я даже запишу, тебе буду. Спасибо большое. Понравилось. А я думаю, что... Возможно, вы друг или родственник пришедшего сюда. Просто здесь в зале присутствуют питерские музыканты, которые принимали активное участие. Собственно, единственное, кто делал музыку для фильма. Вы не родственник. И если вы не группа поддержки, то все равно хорошо... Я думаю, что я всегда оплатил. Да, хорошо. Но вы уже сделали это бесплатно, уже не заплатят. Вы уже сказали хорошо музыке. А я, пользуясь такой возможностью, хотел сказать, пользуясь случаем, а потом подумал, не буду я такое распространенное словосочетание дать. Возможностью. Представить присутствующих здесь питерских музыкантов композитора и аранжировщика Андрея Андерсона. Вот, можно представить? Он делал аранжировку музыки и руководил оркестром, который это записывал. И гитарист Алексей Носов, который записал очень много гитарных партий для этого. И мы это делали здесь, в Питере. Поэтому неудивительно, что музыка вам понравилась. Нет, нет. И Сергей Осколков, который играл на фотоаппиано. А, прошу прощения. Я не знал, что вы слышите. Да. Ну, хорошо. Спасибо за все. Еще вопросы, друзья. Да, пожалуйста. Спасибо большое за фильм. Мне очень понравилось. Очень интересно. У меня такой вопрос, какие открытия с вами случились за время съемки? У меня вопрос такой, какие открытия с вами случились за время этого фильма и, может быть, с Владимиром? Что у вас поменялось? Ну, я не могу сказать, что-то поменялось. Потому что процесс съемок фильма вряд ли можно назвать вообще процессом открытий. Наоборот, ты на это время закрываешься и работаешь на... Ты мало чего воспринимаешь, у тебя есть замысел, у тебя есть сценарий. И поскольку снимать фильм в целом нелегко, то ты весь включаешься в невосприятие, не в процесс восприятия, а в процесс создания чего-то. И просто это вечный стресс, чтобы хоть как-то что-то получилось. Поэтому ничего... Но я скажу так, я не в процессе фильма что-то новое для себя открыл, а незадолго до. Потому что я поставил для себя задачи режиссерские, какие-то... То, что сделать то, что я раньше не делал. По-другому немножко снимать, по-другому монтировать, по-другому строить, ну, как актеры играют, так далее. И я для себя решил, это было новое, и я постарался это делать. А дальше я просто старался... Замысел, чтобы минимально растерялся по пути. Ну, вот. То есть, может, я вас не обрадовал ответом, что я для себя открыл что-то, что, в принципе, сложная штука. Я, в принципе, знал это до темы фильма. А может быть, Владимир что-то открыл для себя? Сейчас, ну, для Владимира. Я имею в виду в связи с фильмом, да, с работой над фильмом, да? Да. Да, могло бы? А, давайте посмотрим. Да-да-да. Наверное, я на протяжении всего фильма размышлял о природе одиночества и задавался многими вопросами в связи с этим. И, возможно, я открыл для себя понимание того, что человек имеет право испытывать чувства, которым он ещё не дал номинования и которые он не сформулировал для себя. и которые он нигде, никогда, скажем так, аннотация об этих чувствах, которые он испытывает, не подчёрпывал, как правильно сказать, подчёрпывал, подчёрпывал, да? Да. Потому что понимает, о чём я понимаю. И мне кажется, что вот это для меня явилось, я бы сказал, даже некоторым освобождением в понимании того, что я лично могу испытывать чувства, которые вне морально-нравственного императива и вне какого-либо опыта, я не упадрялась, человечества. Вот я бы так сказал, мы имеем право проживать первично то, что не проживалось, может быть, ни кем никогда. Спасибо. Ещё вопросы? Все переваривают информацию. Да, пожалуйста, безумно. Почему вы снимали именно в Одессе? Я очень долго гадала, что это за город в начале фильмов? Ну, это обычная причина, это те... Ну, то есть, это, наверное, так сложилось, потому что... Ну, он подходит. Ну, красиво. Ну, изначально в замысле было... Изначально в замысле было то, что он должен приехать в какой-то там южный город или что-то в этом роде. Ну, смысл начала фильма и того, с чего всё началось, что он попадает в какую-то атмосферу, какую-то полусказочную, которая выбивает его немножко из его такой вот жизни. А какая-то жизнь мы узнаем чуть позже, чем он занимается и так далее. И Одесса, как такой французский город визуально, тем более мы пытались... Была задача, что это город М, то есть у нас не была задача... У нас не было задачи скрывать прямо вот, чтобы никто не догадался, но и продавать Одессу открыточно тоже не было. И мы постарались из него сделать просто... город Н, атмосфера которого подходит для того, чтобы человеке что-то щелкнуло. Ну, плюс это неожиданная встреча с этой девушкой. И дальше всё закрутилось. Ну, а какой другой город, если не Одесса? Никакой. Петербург. Ну, Петербург вообще не подходит. Тут очень важен был город, которому можно было противопоставить Москве, как... Я имею в виду противопоставить, как... Вот говорят, бархатный сезон. Вот бархатной атмосферой, уютом, домашнестью и так далее. И поэтому Одесса, как провинциальная атмосфера провинциального, такого, заросшего плющом полу Парижа, она очень подходила. Это должна была быть, ну, такая тёплая, замечательная атмосфера. Если Москва такая вся угловатая, то... Он потому... Если вы используете такой глагол, поплыл, вот он поплыл, потому что... Это было... Потому что если бы эта встреча с этой девушкой произошла в каком-то... Ну, городе и городе, то... Нет, а вот сама атмосфера... Да мы там все поплыли, снимаем. То есть мы это чувствовали, и я надеюсь, это передалось. Спасибо. Да, еще вопросы? О, мужчина, наконец-то, потому что я все время спрашиваю. Спасибо. Спасибо. Это не по-другому странному, но мне захотелось назвать всем «Осенний марафон-2». Это вопрос или реплика? это вопрос. Конкурс на лучшее название продолжается. «Осенний марафон-2» интересное сравнение с картины. Вы... Ну, там все было немножко спинать. А мне кажется, что там не только была осень, поэтому... Я думаю, что там... Там все времена годы уже суток. Да, еще вопросы? Добрый день. Знаете, хотел бы задать, наверное, вопрос и режиссеру, и по экспонистанной главной роде. Знаете, у меня первое образование, но медицинский, связанное, но с театрами. Вот. Вопрос к режиссеру. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот ваш персонаж, который вы раскрыли, показали, да? Ну, и хотели раскрыть, да? Как вы считаете, это здоровый человек? Ну, психически. И второй вопрос, счастливый ли он, если он здоров здоров или не здоров? Это вам вопрос. И главному герою вопрос, да, Владимиру. Владимир, скажите, пожалуйста, тяжело ли было играть человека столь нелогичного и внутреннего, неустойчивого, нестабильного, да? Который, собственно говоря, тут даже нет тайных желаний. Вот, я вам скажу, профессионал, как врач, тут нет тайных желаний. Тут есть интроверты, склонность, в общем, аутического склада, да? Плюс некие даже шизофренические моменты, да? Которые. Сыграть такого человека очень достаточно сложно. Как вы к этому подходили? Потому что, вот, я увидел, даже по зрачку у вас иногда, у вас было состояние близкое такое, хорошее. Я считаю, трудно сейчас играть так достоверно. Вот. Тяжело ли вам и вот режиссеру, как вы считаете, счастливый и здоровый этих человек это все равно. Спасибо. Да, спасибо. Я постараюсь встречать корпус, чтобы была возможность еще задать вопросы, учитывая, что у нас, как мне сказали, есть ведь... 15. Ну, где 15, там, 20. Я думаю, что он здоровый. Я не являюсь, как вы, профессионал в этой области, соответственно, я не могу определять грань между здоровым и здоровым, а только, как мне кажется. мне кажется, он здоровый. Это не шизофрения с его стороны, на мой взгляд. У него не раздвоенная личность. Он не манипулятор, он не занимается каким-то там обманом других людей. Вот я сейчас что-то придумал и вот буду в своих интересах манипулировать. Это странное состояние сознания, которое, мне кажется, болезнью еще не является, оно является допуском, когда человек позволяет себе на протяжении какого-то ограниченного времени, не думая ни о чем, потому что мы все время думаем о чем-то, испытать себе какие-то эмоции, а чтобы их испытать, ему нужно создать эту ситуацию и вжиться в какую-то роль. Он просто позволяет себе для того, чтобы эмоционально что-то получить, в это поиграть, не думая, что играет. Это нормальная допуск того, что человек себе может позволить. Просто это в такой экстравагантной форме в кино выражено в сюжете, а так это в жизни внутри головы каждого происходит каждый день по 10 раз, что мы там себе представляем. Просто может быть особенность этого фильма в том, что в каком-то смысле мы живем в голове этого человека, мы просто смотрим, что здесь внешне выражено то, что человек может представить себе в голове. Просто никто этого не делает, а он немного создал этот мир вокруг себя. Но на мой взгляд это здоровый он. Сейчас ли он или нет? Конечно нет. Это проект кино снято. Ну а теперь Владимир. Прозрач можно оптимизировать что-то я думаю, что Михаил все-таки на два вопроса ответил, да? По большому счету. Или я должен признаться, было мне сложно или нет? Ну конечно, когда работаешь над рулю это всегда сложно и скажем две трети фильма я существовал на ощупь, скажем так, и доверяясь замыслу режиссера, не находя стопроцентных ответов, я предполагал, что так может быть, и две трети фильма, вот скажем, до того момента, как мой герой попадает в больницу, мне было очень сложно внутри, вы меня не слушаете? Слушаете, да? Да. А, вы записываете. Сейчас, я на приеме, сейчас на офисе. Так, секундочку, да. Доктор, у меня проблема. Действительно. Да, 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 и мне было сложно две трети, надо сказать, когда я смотрю кино, мне даже сложно смотреть на экран, потому что это, ну, в общем, совсем не я, скажем так. А потом, когда происходит то самое, ну, полное, изменение в мозгу, и мой персонаж меняется, я уже с ним в большей степени был соединен какой-то, я не знаю, органикой проявления. Браду. Вот. И, ну да, это было непросто, но я не знал, у меня не было готового рецепта как-то играть, как-то делать, и, ну, мы много с Мишей разговаривали на этом, все много обсуждали, понимали, что вот так может быть. Остальное уже пишите в личку. Спасибо. Конечно. Ну, я один и даю большое спасибо. Мне очень понравилось, я говорю, честно. Единственное, о чем я сожалею, что почему-то организаторы пригласили нашего заменитого Лавиласа Ивана Краскова, я думаю, не было полезно посмотреть в рецепт. Вот. Будет даже сыграть в области в аннотации было сравнено с вашей фигурой с лабитой, с ускользающей красотой, с американской, красотой, по-американской. Я бы добавил еще свои тренции. И, очевидно, это будет продолжение темы. Вот. Это не вопрос. Вопрос. Мне очень понравилась актриса, которая сыграла последнюю девушку. девушку. не дотянется. Не дотянется. Возьмите, пожалуйста. Сейчас передаду. Мне-то слышно, возьмите. Гритер у меня. Да, если кто не слышал, я разочарался в том, почему в зале не присутствовал Иван Красков, на самом деле это выделаз. Мне бы полезно было посмотреть. Вот. А вопрос такой, мне очень понравилась актриса, девушка, которая, Вика, да, ее звали? Последняя. Да, да, да. Соня ее зовут, да? Саша. Не совсем. Саша. Вот. Мне очень понравилась подкунает очень молодой, напомнила. Как вы с ней познакомились, как она попала вообще в эту актрису? Расскажи, как вы такли. Я понял, что это ее ведет, или нет? Да. Но она была найдена на зрительский микрофон. Но был кастинг, и в процессе кастинга все были, за исключением нескольких актеров, которых я знал до этого и хотел их снимать. Все девушки, снявшиеся в этом фильме, вот с нуля из неизвестности благодаря кастингу были найдены и назначены на эту роль. Да, это ее первая роль. Сейчас она поступила в театральное училище и старается дальше. Она москвичка. Щукинский, вообще? Я их путаю, но в одной из них. Вопрос? Ваш вопрос. Да, Михаил, здравствуйте, спасибо большое за фильм. Я пока ничего не понял. Я буду над ним думать. Вот. Но вопрос у меня не по фильму, но который меня очень волнует. Например, предыдущая ваша работа, кино про Алексеева, в Петербурге, в Петербурге, в прокате было в одном кинотеатре один сеанс в день и чуть больше недели, из которых половина сеансов была где-то в 2 часа ночи. И когда я пришел на сеанс, ну, у людей было человек есть 12. Потому что нет никакой рекламы, нет никакой информации о фильме, да, собственно, об этом мероприятии я сам-то узнал, потому что две недели назад вбил в гугле, словно не могут играть футбол скачать. Вот. И, собственно, меня волнует вопрос, можно ли с этим что-то делать, хотите ли вы с этим как-то бороться и вообще как художнику жить в таких условиях. Спасибо. Этот вопрос является главным, главнее, чем все остальные вопросы по художественной части. Тут вопрос, сколько у человека, вот так называемого художника, сил и времени. Если у него есть силы и время на то, чтобы заниматься и созданием художественных произведений, и этим, то есть заменить собой производящую кинокомпанию, дистрибьюторов, и вообще вот всех. Вот, к примеру, поменить 5 миллиардов людей на Земле. Если у него есть это время, то он может это делать. Как правило, этого времени нет. И все силы уходят на создание, в данном случае, фильма. Ответа на этот вопрос нет. Но поэтому можно только горевать. Вот я думаю так. Но лучше не будет. Но я хочу сказать, что эта картина, как мы уже сказали, все начнется в коро, а потом продолжится с первого дня. Сарафонное радио. Самое лучшее рекламное. Я думаю, но у каждого все равно же человек своя судьба. Вот и в жизни, и не в жизни, и в искусстве. Это вопрос, я не знаю, чего. Это вопрос, иногда приложение личных усилий. Вот кто-то там лентяй, кто-то не лентяй, его не лентяй, получается лучше. Иногда это вопрос какого-то клейма. Вот что с человеком может в жизни случиться, а что не может. Я всю свою жизнь стараюсь что-то делать хорошо. И вопрос, насколько это доходит до зрителя, а между, именно если говорить об искусстве кино, то между... И создать этот фильм, это в наших условиях очень сложно. Если это так называемая авторское кино, а уже пробить вот эту грань между тобой, у которого в руках произведение, и кинопрокатом, это еще сложнее. Ответа на этот вопрос нет. Я надеюсь на чудо. Чудеса встречаются, да, Ваши вопросы? Добрый вечер. Я желаю удачи этому седьмому. У меня очень короткий вопрос. Первый. Это все-таки не при импотенции? Хорошо. Можно пока подумать? Вы знаете, что рост при импотенции снимали на моей памяти два, что ли? Сокуров снял одинокий голос человека, и, по-моему, снял груздейство. У Вас такая какая-то у нас такая. Мне показалось, что это прекрасно. А потом Вы как-то ну вот отреагировали остро на арестницу дамы. То есть вот про импотенцию или нет? Если вы не представляете, что это про импотенция? Я актер. Если мы вдруг Вам скажем, что это про импотенцию, это что-то прояснит в Вашем восприятии ? Мы перестаем ему сопереживать, сочувствовать и понимать вообще сложность его жизни? Нет, мы перестаем. Тогда могу сказать Вам так, актер, который играет всяко-разные роли, могу сказать следующее. Никогда, если бы не сказал режиссер, что я играю человеку, у которого проблемы с половой функцией, я бы сказал, что диагноз не играется. Играется просто судьба человека. Изображение, что у него там болеет, диагноз не играется. Мы же сопереживаем не диагнозу, правильно, а сопереживаем живому человеку, у которого могут быть те или иные проблемы. Или это вообще может быть. Мне просто непонятен, как бы сказать, даже если Вы получаете ответ на этот вопрос, что он ... Хорошо, этот вопрос есть. Можно второй? Он тоже очень простой. Уже я увидела там несколько киноцитатов. Одна, как мне показалась, стата из фильма «Цина Раханна Фудорфио», когда девушка влюбляется в герое Висбора, а это гуляет по крышам. И она объясняет ему в любви. Это была сознательная стата, или это случайно? «Цина Раханна» Я не смотрел уже. Ну... Я ответил, да, значит, раз. А вообще какие-то киноцитаты или отсылки к пирологу или нашему кинематологу здесь есть? Сейчас я вспомню. Ну, мне кажется, я не задумывал специально киноцитаты. Пайтерский клуб, когда он листает вот эти вот каталогии, есть, нет? Ну, мне кажется, это не не те вещи, когда это тянет на цитаты. Цитаты это все-таки более сформулированный художественный момент, потому что тогда цитаты можно назвать что угодно, как человек слева-направа прошел по кадру, а в бриллиантовой руки он тоже ходил, поэтому это бриллиантовой руке. Ну, то есть все-таки такие простые проявления вряд ли можно назвать цитатами. Цитат на ответ нет. Но может быть есть еще вопросы. А вот и он. Добрый вечер. Давайте перейдем в режим Блиц, я могу очень-очень быстро ответить. Прекрасно. Михаил, спасибо большое за фильм. Мне показалось, что тут еще есть тема одиночества взрослого человека. Потому что мы видим главного героя, которому подсором. У него нет своей семьи, у всех его друзей уже есть. Взрослые достаточно дети. Почему он не построил судьбу, видимо, в силу собственного характера. Но я увидела, что ему в этом взрослом мире неуютно. Он себя не чувствует там хорошо. все его столкновения с продавцами в магазинах, все какие-то бытовые необходимости, даже работа, на которой вроде бы начальник, это все его не делает счастливым и довольным. И единственный раз, когда я его увидела счастливым и довольным, это была нарезка кадров, когда он с девушкой и ее друзьями гуляет, смеется, дурачится и просто чувствует себя хорошо. Это не очень похоже на блин вопрос? Это просто извините, я долго дала, чтобы это сказать. Тема взрослого человека, который неуютно чувствует себя во взрослом мире, задумывалась или просто это я так увидела? Нет, прямо так не задумывалась, но это интересная возникшая цель. Я пытался его педантичность и занудность заложить в ряд эпизодов и так далее, выстроить из этих деталей его характер. Но инфантильность я не пытался выразить, что он такой чужой в мире взрослых, хотя это может быть знаете, не как изначальный замысел, который я пытался выразить, я собирался, думал о другом, но если на выходе какая-то часть результата это чуть возникает, то это тоже интересно. Потому что он в принципе вот сейчас когда я подумал, действительно можно подумать, что он такой немного ну не инфантильный в плохом смысле, но немного ну вот не взрослый. Что-то в этом есть. Ну дело в том, что это понятно, потому что он не живет привычную, обычную взрослую жизнь. Он не попадает в эти фазы, когда нужно жениться, разродиться и так далее и тому подобное. конечно я отчасти признаюсь, это закладывал, наверное, что я привносил чуть-чуть от себя. И конечно одиночество, одиночество, которое не обусловлено его импотентом, если я могу сказать. В общем, он не импотент. Нет. Да, ваш вопрос. У меня вопрос. А вы встречались в жизни таких идей, как вас данный персонаж? Нет, это не было какого-то человека, который я подумал, это просто придуманная идея фильма, затем сформирован этот характер, но вот что есть кто-то, с кого я мог списывать, нет, это придумано. Еще вопрос. А я смотрела ваш фильм, рассказывала и у вас тема поднимается второй фильм, когда взросл мужчина и молодая девочка. Намного моложе она. Что в этой теме вас строгает, волнует? Ну, какой странный вопрос? Но у меня правда очень интересно. Вы пока спрашиваете, у меня три шутки в голове прошло, я всех отказал. Ну, это очень разное. Все-таки в фильме рассказы эта тема... Да, не очень разная, я согласен. Ну, это такой инструментарий драматургический, потому что в фильме рассказы там все-таки это сатира и там было это нужно для того, чтобы выйти на социальные темы. А здесь это тоже только повод для того, чтобы поговорить о... это ведь вначале только является капманной интригой, а потом мы начинаем речь совсем о другом. То есть получается в прямом смысле саму тему я ни разу да и не рассматривал. Это только такой устойчивый сюжет, который как такое ядро хорошо пробивает стену, чтобы дальше размышлять. Но ну думаю да. Думаю то, что я сказал сейчас. Может быть Владимир что-то хочет так? Да, у нас вопрос? Добрый вечер. Добрый вечер. Я сюда шел как на обычный показ и увидел, что он единственный и не ожидал, что буду общаться с самим Сигалом. Так что желаю фильму, чтобы было как можно больше проката, чтобы его все могли увидеть, а не просто скачать в интернете. Вот. Но фильм конечно сложный, то есть над ним надо будет еще долго думать еще как минимум несколько дней. И вот пожалуй такой вопрос может не совсем корректно, потому что некорректно спрашивать художника, потому что он так написовал. Вот. Увидел кольцевую композицию, с чего начинается практически тем же и заканчивается. А сколько вообще у фильма предполагалось финала? Это первый вопрос. И второй, поздравлялись ли вы каким-то днем суртка или пытались показать его в жизни главного героя, что он попал в какую-то ловушку и не находитесь. Ну да, то что фильм начинается и заканчивается одной историей, но это понятно, это не день сурка, все-таки день сурка, это если периодически с человеком происходит одно и то же, просыпается и так далее. Здесь то, что закончилось тем, чем началось, что он не может вырваться из круга вот этой всей истории, но это да, в этом позиции, но это не день сурка. И поэтому я не вдохновлялся. Нет, я просто писал. Вы знаете, вот может быть вам не было слышно, произвучало мысль о том, что критики могут ругать за смазанный финал, могут и ругают, но на этих критиках есть другие критики, которые это так не думают и это меня успокаивает. А теперь, поскольку время подошло к своему концу, можно я спрашиваю? Да, можно я спрашиваю? Я слышала, что выходит книга, слоны могут играть в футбол, а в книге все так, как в фильме или подробнее рассказано о герое? Спасибо. Я сам бы не решил сделать рекламную паузу. И так вышла книга. Вышла? На самом деле вот в чем. У меня вышла книга, но не эта. Вышла книга рассказов, которая объединила в себе много рассказов. Да что я вам говорю, я могу показать, но она у меня есть в рюкзаке. Единственное, что я вам ее не дам. Но я вам ее покажу. Потому что она для других целей. Да, она даже если есть цель, она просто одна. Эта книга называется «Почерк» по названию рассказа одного. Это самый новый рассказ. и он называется «Почерк». И книга называется «Почерк». Таким образом, они оба называются «Почерк». И здесь есть издательство «Эксмо». Это не нужная информация, просто это известное издательство, и я подумал, что это будет солиднее. Потому что просто вышла книга, так вышла книга издательство «Эксмо». И здесь рассказы старые, те, которые пара рассказов, которые фильм рассказывал, и вообще новое, такое «The Best». И приобретайте. А слоны могут играть в футбол? Я уже когда-то говорил, что я практикую очень странный вид написания истории, когда есть, бывают всякие там писатели-режиссеры, напишут и снимут потом. то есть по своим сценариям, ими даже по прозе. Но я не такой. Я сначала написал, пишу сценарий, снимаю кино, потом думаю, ну, я же еще писатель, надо же меня что-то о новых истории нет, поэтому я думаю, ну, хотя бы из этого. И я беру и переписываю фильм в прозу. Формат прозы, который может получиться из полнометражного кино, это примерно поезд. И этот безумно интересный эксперимент, то есть я беру историю, а я уже ее знаю, я знаю, как люди, ну, фильм снят, я знаю, кто играет, я вижу конкретные лица, кто куда пошел, и очень сложно, когда пишешь после этого, это как прозу, не переписать, просто повествовать им языком то, что ты видишь. Это ерунда получится. и поэтому я начинаю придумать новые эпизоды, и как только я начинаю писать что-то, чего не было в фильме, сразу мозг открывается, сразу интересно, потому что я этого не видел глазами. И вот сейчас эта книжка вышла, и сейчас я дописываю слонов, могут играть в футбол, и там зимой вот тогда она возможно выйдет. Вот я сейчас, а кстати говоря, чуть позже еще выйдет так же переписанное из фильма кино про Алексеева, который там несколько лет, фильма уже есть, но я подумал, что надо как-то план Павалу выполнять, новых историй нет, но хотя бы из фильма. И тоже безумно интересно, начинаешь писать, и начинаешь придумывать новые эпизоды, и вот как новая жизнь. И мне кажется, это прекрасная точка для нашего разговора. У нас по расписанию ликвидации, то есть мы должны покинуть этот зал. Да, мы должны покинуть этот зал. А разрешите мне поблагодарить, во-первых, коров, который нас сюда пустил и пригласил, и всех-всех-всех, кто пришел, и поблагодарить и вас за вопросы, и Владимир за то, что он такой красивый талант. Спасибо. спасибо. Спасибо.